Всем ДВС, народ, меня зовут Сергей Лав И сегодняшний, наверное, ролик будет заглавлен тем, что У меня наконец-то в доступе появился самый, наверное, имбовый мод Который у меня вообще стоял на каких-либо сборках, факторе За, там, более 10 лет, что я играю в эту игру Вот, без шуток, без кликбейтов, без байтов Я действительно так считаю, что это прям что-то невероятное Вот, но помимо этого я еще сделаю такой кратенький обзорчик Насчет того, что у меня сейчас происходит на базе На которой я на минуточку провел уже 85 практически часов времени своего Вот, потому что есть новые проблемы, новые горизонты Старые проблемы, старые горизонты И вот, там сам есть о чем поговорить С чем то, что я подозреваю, возможно, после этого видео будет какой-то, опять же, перерыв по съемкам Вот, потому что я буду играть в другие игры, о чем я рассказал в предыдущих роликах Но, опять же, это достаточно сильно зависит от вашей активности в комментариях Пока что она особо-то никакая Вот, и, по большей части, у меня есть ощущение, что я просто сам собой здесь сижу и болтаю И поэтому, с чем то, что я не получаю особо ни морально, ни материально какой-либо отдачи от всего этого процесса То и съемки роликов остаются исключительно на мое усмотрение Вот, но если это поменяется, там будет ажиотаж, прям куча людей Там, Серега, давай, прям ни в коем случае не надо перерывов Все, там будем смотреть, то, конечно же, я, возможно, пересмотрю Да, подход и так далее, и буду как-то все-таки уделять время Так вот, насчет имбовости, ребят Как я уже сказал, это ни кликбейт, ни байт и так далее Самая имбовая штука – это вот эта вот дыра Я ее еще, правда, назвал неправильно, антимамя какая-то получилась Ну да ладно, лень переименовывать В общем-то, это портал И, о боже мой, я могу телепортироваться, ну, никуда захочу, а везде, где есть у меня эти дыры Вот, самая главная дыра и самая первая – это на расходниках, где я расходниками затариваюсь, правильно? Вот У нее есть, конечно, кулдаун, что несколько неприятно Нельзя мгновенно хоп-хоп прыгнуть туда-сюда, но и, да ладно, и так неплохо Соответственно, второй был портал на Циркутах, потому что я сюда приезжаю и забираю Циркут, который вообще нихрена толком до сих пор не производится И эту проблему я уже задолбался решать последние, не знаю, сколько часов, я только, по-моему, и занимаюсь Вот, чуть-чуть что-то новенькое и побежал чинить Циркуты Чуть-чуть что-нибудь новенькое и побежал чинить Циркуты, ну, серьезно, ну, я только этим и занимаюсь Вот, потому что Циркуты не производятся Но, тем не менее, да, порталы – это нечто, потому что Они будут экономить мне колоссальное количество времени И дальше, я думаю, развитие мое пойдет сильно быстрее Потому что я, например, вот здесь задолбался, вот по этой дороге кататься туда-сюда И это просто безумное количество времени На самом деле все время занимало Даже когда я строил вот эту вот, вот эту штуку Я о ней в предыдущем ролике рассказывал, вроде бы, если ничего не путаю Вот, ну, или в каких-то, может быть, позапрошлом, в худшем случае Вот, у меня постоянно чего-то не хватало Да это у меня классическая ситуация, я по сто раз вроде все перепроверил А сразу чего-то не хватает То трубы, то, блин, конвейеры, то еще чего-нибудь И как бы тут не две секунды смотаться туда-сюда Да, самое обидное, ты смотался только что за одним предметом И через две секунды у тебя еще одного предмета кого-то не хватает И ты опять туда-сюда И это, в общем-то, время Да, и база немаленькая получается И дальше она все не меньше и все не меньше И, конечно же, портал Это была та штука, которую я ждал просто очень давно Последние часов, наверное, 30, если не больше Вот, и самый прикол-то в том, что сами они для производства вообще ничего не стоят Вот, все 20 циркутов Ну, считайте, не то чтобы прям совсем ничего Но, ну, это 20 циркутов Это первый вообще тир всего Но в исследованиях они заблокированы вторыми паками Вот, и мало того, что они заблокированы вторыми паками Ладно бы они там находились в начале цепочки исследований С учетом того, что ничего второтирного для производства не требуется Это была бы, наверное, технология номер один, которую я стал бы исследовать прямо сразу, вот прямо сейчас Ну, только что продемонстрировал, описал, почему Ну, не продемонстрировал, но описал Вот Но она там заблокирована чуть ли не половиной тира То есть я там добавляю в планер, да, эту технологию Портал И там такая вот просто колбаса из этих исследований формируется Которые вот не нужны Но это такой таймгейт, чтобы жизнь медом не казалась У меня, конечно, было такое вскользь Вскользь идейка отредактировать просто эту технологию И сказать, что она не требует вот то, что она требует Перед собой А просто, чтобы она требовала там Шла сразу после того, как ты получаешь доступ к циркуткам Вот Но, опять же, я решил, что Ну, опять же, была мысль очень вскользь И я хотел, чтобы было просто Вот Так скажем, вот как есть Как оно в сборке есть, да Как моды Как пианадон Посчитал нужным Так пусть оно и будет Да, потому что расстановка идет Видите, пианадон постпроцессингом все это дело Вот Это вот прям супер-супер-супер-классная штука Мега кайф Нисколько не имба Было бы еще имбовик, конечно Если бы оно предметы могло получать Типа в дыру засуну Оно там где-то высовывается Ну, это, конечно, было бы уже совсем Читерство Вот И, например, в каких-нибудь там Бубангелах Еще где-нибудь Я бы посчитал, что это прям совсем имба И я бы это не стал, наверное, использовать Но пианадоныч Это, конечно, совсем другой разговор То есть вот то, что на базе Вот, если вы не в курсах Если что, это так чисто вот Начальная стартовая база Это вот прям вот Только-только первого этапа Вот, конечно, бегать туда-сюда Это не весело Это не то, на что ты хочешь Строить свое время Ты хочешь что-то строить Да, планировать и так далее А не бежать из конца базы В другой конец Вот И, возможно, это, кстати Конец эпохи дорог Я хоть и хотел их делать Опять же, в предыдущих роликах Я там концепцию описывал Как именно Но Четко, я думаю Мне просто будет, конечно, еще тилень Тем более, что дороги Это самый главный такой фактор Который Уквадрачивает базу, так скажем Ну, по факту Упрямоуголивает Но что не очень произносимо Это все дело Вот, ладно С этим делом подразобрались Что еще я хотел рассказать И вам показать Вот, да Про медс Я вот рассказывал, опять же В предыдущих роликах С медью стало все нормально Представляется Но теперь мне не хватает Других ресурсов И это большая проблема Я тут, знаете, что подумал Я хочу вам показать Дорогу до До Угольного производства Как она есть Что вы могли оценить Просто вот Опять же Не на словах Что там долго Вот это вот На словах такие вещи Там долго Там много времени провел Оно вообще не передается Далее там Было сложно Потому что Ну, блин Это пустой звук для вас Да Просто Как есть Покажу вам эту дорогу Которую я больше ездить Надеюсь Очень не буду Потому что я с собой портал взял Я его там поставлю И И все И дальше я туда только портал Не буду Блин, у меня медиаха Прям заканчивается Я каждый раз тут как не проезжаю Так смотрю У меня по буру все меньше и меньше То есть уже надо с медиаха Разбираться Вот Но, ребят Самая главная проблема Которой я занимаюсь Последние 5 часов Не знаю сколько Но уже очень до хрена Это топливная Угольная проблема Блин Надо ехать вдоль рельс Вдоль Этих, блин Столбов Тут уже очищены Я что-то как-то Заболтался Вот То есть я это Углем уже запарился Заниматься Я Че не делаю Нет электричества И все Причем Может быть После предыдущего ролика Кому-то покажется Это достаточно странным Моя следующая фраза Но Я как-то особо На самом деле Не привык строить Грандиозно Ну Да Конечно Вот эта штука Которая в экран не убирается Несколько противоречит Но на самом деле Это так То есть я привык Вот знаете Там что-то машинку поставил Пару манипуляторов Не воткнул И радостный Вот И примерно так Я решаю проблемы с топливом Обычно И вообще проблемы со всем Типа О, мне не хватает Пять тысяч железа Сделаю-ка я Плюс сто выплавки железа О, ну железо Теперь стало больше Еще попадаться правильно Ну вот Все, что-то сделал У меня закончилось электричество Ну добавлю один бойлер О, у меня теперь есть Целый Один мегаватт свободный Через секунду Поставил машинку Блин, что-то опять нет электричества Пошел опять поставил Еще один бойлер Ну вот Но по факту Вместо того, чтобы прийти Просто всю жилу Прораставить буры Вот прям Фулл максимум выжить Чтобы вот На ближайшие там Часов двадцать этого хватило Нет, я приду Там чуть-чуть что-то сделаю И опять уйду И туда-сюда очень бегаю Постоянно по базе Да, я там время трачу Так-то, конечно Можно было бы эффективнее Все это делать Но как играется Да Такой вот у меня плейстайл Чем могу сделать Вот Но суть в том, что Я собрал вот эту Мега конструкцию Мега конструкцию И чтобы вы думали У меня электричества Хватило чуть более Чем на Минут пять Я поставил пару машинок И оно закончилось Потому что оно Как-то вот Во-первых Врало мне Насчет того, что он там Сто пятьдесят выдает Или сколько Оно выдает меньше Выдавало И во-вторых Что-то как-то Все на базе Опять включилось И Начало жрать электричество Я вообще не уверен Что эта штука Хоть сколько-то эффективна Потому что там просто Огромное количество Машинок Они зажирают Электричество Хотя здесь особо Их не видать Вот Возможно Все-таки проблема Не в этом Просто еще Электробуры Стали В электросети Отображаться И это Несколько Преломляет Восприятие Потребление Производства Электричества По той простой причине Что угольные буры На самом деле Потребляют Столько же Электричества Как и Электрические То есть смотрите Скорость бурения Один предмет в секунду Потребление электричества Пятьсот киловатт Только эти пятьсот киловатт Потребляются Не в виде электричества А в виде угля Вот Электрический бур Бурит два в секунду Потребляет один мегаватт То есть они абсолютно Идентичны По потреблению И эффективности Просто Ну Раньше ты как-то ты не ощущаешь. Просто у тебя больше угля потребляется, но оно потребляется частично именно, просто в угольных бурах. А теперь у тебя все это именно в одной системе электрической отражается, потому что ты уголь все в электричестве перерабатываешь, а уже от электричества запитываешь буры. И кажется, что что-то как-то... Как будто я стал больше тратить от всего. Но на самом деле нет. Просто оно раньше именно мимо статистики шло. Чёрная бухгалтерия электричества раньше была, а сейчас как-то вот от этого меньше этого становится, поэтому кажется, что как-то оно по-другому. Но на самом деле нет. И вот, 120 мегаватт, мне казалось, ну это нормальный скачок, буквально там недолго назад. У меня было 60, если что. И это 60. И еще чуть-чуть, немножко недолго назад хватало. У меня база потребляла где-то 40, 30, 40-50 мегаватт. Просто для справки. Можете посмотреть предыдущие ролики и все там узнать. Вообще, что-то я посмотрел, предыдущие ролики никто не смотрит. Я не знаю. Люди открывают там летсплей на 80-м часу, я вообще нормас. Они либо его просто закрывают. Ой, но это летсплей на 80-м часу, тут что-то интересно. Ну, смотрите, я не буду. Ведь зачем? Там ведь предыдущие ролики надо для этого смотреть. Либо просто ноль идей. Я обычно, когда открываю что-то интересное, ну, с середины, попав на середину, мало ли там в рекомендациях всплыло, я иду, открываю, сначала смотрю. Ну, это логично. Но, опять же, я логичный человек, а основная часть людей нет в этом и проблема. Поэтому какие-то затянутые прохождения в принципе нет смысла снимать, потому что старые ролики никто не будет смотреть, хотя, казалось бы, ничего в них не поменялось. Если бы я их снял вчера, это был бы точно такой же ролик. С теми же самыми модами, с теми же самыми вообще всем. Но нет. Ролик вышел больше, чем 2 наносекунды назад. Все это старье. Зачем смотреть правильно? Вот. Это, конечно, удручает к слову и к вопросу. Отдача моральная. Ну, да вот. В общем, не так давно. Мне хватало 30-40 мегаватт. Мне казалось, что очень даже все неплохо. И вот 120, и я уже в потолке. Да, то есть я сделал 120 себе мегаватт, и этого не хватает. Как я уже сказал, потребление начинает расти как-то прогрессивно. И нужно, ну, прям наращивать его уже капитально. Я, ребят, весь исплевался. Вот вы не поверите. Я просто весь исплевался. Потому что я потратил хрениллион часов на строительство вот этой штуки. И эта штука мне толком ничего не сделала. Но. Вот еще одну мысль я как-то упустил, когда рассказывал про эту штуку. В общем-то, в этом прохождении я позволяю себе строить что хочу. Хотя я это строил без конкретно этой мысли. Я просто строил что хочу. Но по факту, да. Потому что я строил сортировку пепла. Вот здесь она была, опять же, в старых роликах. Все было. Сейчас тут уже вообще ничего не осталось от сортировки. Потому что вот я никогда не строил сортировку пепла. Но такая возможность, типа, есть. Я такой, ну, хочу попробовать. Да, потому что закрывая гештальта. Чтобы не было такого. Вот, я прошел сборку за 2000 часов. И вот не построил там какую-то цепочку на 55-м часу. Да. А, блин, надо заново играть. Ну, согласитесь, бредово. Нет, надо же полный комплект контента, так скажем, потребляться. И вот была, есть такая цепочка с углем и обработки. И мне хотелось эту цепочку раскрутить. Я абсолютно доволен процессом и технологическим результатом. А вот фактическим результатом я недоволен. Потому что чего-то электричество особо и не добавилось. Вот. Надеюсь, конечно, там ситуация поменяется, когда я начну газ потребляться. Это очень близко, но это очень далеко. Тем не менее. Вот, можешь табировать и копировать вот эту цепочку, вот эту вот. Еще раз. Вот просто. Я вот капитально не хотел, потому что, ну, я манал. Там еще и ресурсов дохренища. Поэтому я просто пришел и поставил сюда еще одни буры. Да. Можно сказать, вся история заканчивается тем, что я пришел, ну, более обычный, без всякой обработки угля. Просто поставил это. Но я хотел поделиться тем, что здесь, опять же, совместились все идеи наработки. И здесь можно увидеть, скажем так, ну, пока что эталон того, до чего я дошел в сборке вот этого всего. И вы, если опять же, будете смотреть сначала, вы сможете увидеть, как у меня эволюционировали разные схемы и разные штуки. Вот. Собственно, ну, закладку я сделал через Чути. Это понятно. Сейчас Чути практически везде. Я даже, кстати, на базе сделал сборку, автосборку Чути. Я очень сильно не хотел этого делать, потому что они собираются, в общем-то, очень быстро из базовых ресурсов, которые ты и так там собираешь в руку. Вот. Но я понял, что я все больше и больше постоянно это делаю в руке. И, да, когда ты собираешь 10-20, это не очень долго. Но когда ты хочешь собрать штук 50-100, это уже, ну, какое-то время, это уже какой-то тормоз. Это лишние клики. Вот. Плюс, когда ты столько собираешь, это нужно еще и количество ресурсов. Вот. Из чего это собирается себе закинуть правильно? Ну, в общем, я такой думаю, надо собирать. Это ходовая штука. Вот. Соответственно, я сталкивался вот от этой конструкции, которая мне очень понравилась. На 9 сжигателей такая. Ну, блин, я бы вот, наверное, специально бы не стал такое строить. Но она получилась вот, опять же, вот здесь. Когда здесь предыдущий ролик смотрели, вы там узнаете, почему она так получилась. И мне понравилось. То есть, 9 получается симметрия относительно центрального сжигателя, который в соседние выкладывает. И все здорово. И я такой думаю, блин, но вот этой девятки хватает на две такие полосы. Поставлю-ка просто две полосы, заодно их зазеркалю через трубу вот здесь. И все здорово. И единственная проблема в том, что я где-то копировал чертеж на бойлера. Это, видимо, на пару было или еще хрен знает где. Но их тут 8, и должно быть 12 на линию. И поэтому оно вот это стоит не зацентрировано. Потому что я центрировал относительно 8 бойлеров. И я такой думаю, блин, но оно же вроде должно быть по длине одинаково. Почему бойлеры короче? Только потом уже осознал, но мне было супер лень перестраивать. Да, это не супер долго, но лишние пару минут. Вот. Не супер принципиально. Можно сжигать или чуть вниз сдвинуть, но, в общем-то, оно прям по формату идеально сочетается. И я очень доволен. Вот эту конструкцию уже можно просто копировать. Она не супер гигантская. И это самая достаточная, что самая замечательная конструкция. Да, она сжигает дурацкий пепел. И больше он нафиг тебе не нужен. Тебе не нужно его перекладывать. Потому что, опять же, наращивание этих объемов с этим пеплом, оно уже просто за рамки разумного выходит. И, да, в прошлом ролике я еще хотел такую мысль сказать за счет того, что в теории, да, я могу пепел выбрасывать просто из инвентаря. И это, в общем-то, даже не суперсложно. Смотрите, я могу сделать, смотрите, шифт-клик сюда, чипоникс, выкинул все сразу. То есть я могу просто брать из сундука, закладывать себе полный инвентарь пепла и в один клик выкидывать. То есть два клика минус инвентарь пепла. Не знаю, сколько там в тысячах это будет, но это прилично. Вот, но я эту функцию добавлял не ради того, чтобы обузиться от каких-то механики, это именно для того, чтобы очищать свой инвентарь от всякого говна, да, который так или иначе у тебя скапливается. Там где-то что-то поднял, где-то что-то осталось. Вот, просто чтобы там не бегать, не раскладывать где-то по сундукам это дерьмище и так далее, и так далее. Это единственное, для чего эта мусорка нужна, а не для обузов каких-то, да, ищетерства. Вот, поэтому, да, типа я могу вот из этих ящиков просто, как я сказал, там повыкидывать, но делать я этого не хочу. И вот здесь я тоже задолбался, здесь вот эти все ящики уже заполнились, вот-вот, насколько они заполнились до предела. А почему вот эти не работают? Ага, эти что-то не работают. А почему вы не работаете? А здесь что-то как-то, вот, что-то как-то, ребят. Что-то как-то. Вот, хоть я и думал, хотя... Хрен его знает, если честно, почему оно застопорилось. Ну, понятное дело, что оно застопорилось, потому что вот этот вот, последний, последний этот не успевает ничего сжигать. Значит, не успевает выкладывать. Окей, я могу в теории два выкладки поставить. Два манипулятора, что, конечно, не решает проблему в принципе, да, но... Интересный вопрос, почему так? Потому что я считал... Может быть, проблема в том, что 12 бойлеров все-таки дают не полную ленту пепла, и 9 сжигателя типа хватает. Но я считал на глаз, если честно. Вот, потому что почему-то планер не показывает байпродукт пепла в бойлерах. То есть, вот, бойлеры сжигаются, да, пар выдается, а сколько пепла получается при этом, хрен его знает. И поэтому темп производства пепла мне неизвестен. Я лишь ориентируюсь на то, что вот у меня есть два манипулятора на один бойлер, который выкладывает пепел, этого вроде как достаточно. Соответственно, рассчитываю скорость примерно такую. Вот. По производству пепла. Вот. И вроде как 9 сжигателей должно было хватать. Опять же, в предыдущих роликах там были мои разные истории. Но, по-моему, тут уже пятый ролик посвящен углю, это, конечно, просто кошмар. Вот. А здесь верхняя лента прям совсем битком, и, видимо, это скатывается. Видимо, прям совсем профицит пепла сюда навалился. Навалился. Вот. Но на самом деле, вот эта лента верхняя, она в целом ни к чему не подключена к этим бойлерам. То есть, здесь 3 линии, вот. Поэтому я поставил... А, вот эта штука на 4 линии рассчитана. То есть, одна секция сжигателя, она как бы вот именно для того, чтобы сжечь вот этот пепел. Я так сделал это с прикидкой того, что этот пепел сожжется рано или поздно. Когда он сожжется, я просто поставлю сюда еще одну линию бойлера и подключу к этим сжигателям. Но, видимо, это случится совсем не скоро, потому что они что-то как-то подсдохли. Да? Это что-то совсем не весело. Да. Непонятно. Ладно. С этим я еще буду разбираться. Тем не менее... Проблема электричества это, конечно, вообще не прикол тотальнейший. Вот. Но, благодаря тому, что я расширил все-таки свое производство электричества, да, и поставил еще дополнительное бойлером, да еще и старое бойлером чуть-чуть освободил от надобности постоянно перекладывать оттуда пепел. Не то чтобы постоянно, но с какой-то регулярностью и просто освободил себя от надобности думать об этом, что оно там может забиться. Оно там забиться не может. Вот здесь вот видите, спокойно все сжигается. Даже некоторые простаивают. Вот. А там что-то как-то совсем прям жесть. Вот. И, наконец-то, у меня появился хоть какой-то адекватный профицит. Хотя, опять же, тут вот оно так скачет, что что-то как-то такое ощущение вот раз-два и добавишь по машинкам и все, и переехали. И опять не будет хватать электричества. Ну, ладно. Я очень надеюсь, что этого у меня либо хватит, либо около хватит до того, чтобы дойти до жидкостного топлива. Просто потому, что, ребят, знаете, какая есть проблема? Вы не поверите. Я просто не могу дальше увеличивать вот это все веселье. Почему? Потому что просто площадь угля не позволяет это мне сделать. Ну, то есть, в теории, да, я могу поставить плотнее буры, но это прям сильно как-то качественно мне прирост количества буров не даст. Правильно? Ну, где-то на два бура еще один. Ну, да, в полтора раза. Но и исчерпываться это месторождение начнет еще быстрее. Правильно? Правильно. Вот. То есть, а так все, вся площадь угля здесь забита. Вот верхний уголь еще не настолько плотно забит, там еще, в принципе, на одну ленту хматит, может быть, на две. Но это, опять же, не какой-то вау, это не, о, у меня там 180 мегаватт, я могу добавить еще 300, такого нет там. Ну, еще 50 я, может быть, вот, на этот вот объем и надо рассчитывать, чтобы как-то дойти до топлива. Вот. А чтобы дойти до топлива, ребят, мне нужен вот этот интерметалликс. Да, это металл, о котором я мечтаю последние сколько? Последние часов 30. И рассказываю про него, как про манну небесную, что вот, ребята, я дойду до интерметалликсов и там-то я заживу. Вот. Кстати, насчет порталов еще вот, если я хотел сказать, да, уже давно про них было, но надеюсь, вы еще не забыли историю про портал они были доступны с самого начала. Это было бы, наверное, в какой-то степени и не прикольно, потому что я не ощутил бы крутость от их получения. Потому что вот те же сплиттеры я получил сколько там? Спустя 40 часов игры и, блин, это просто божественно. Ты прям вот чувствуешь вот это, что, блин, теперь-то вот прям совсем у тебя дела пошли по-другому. Так же и с порталами. Ты вот прям чувствуешь это на своей шкуре, что вот я наиграл 85 часов и наконец-то я теперь могу не бегать, а порталиться. А если бы было сразу доступно, то, что я так затянул, можно было просто быстрее проходить, но, опять же, прохожу как прохожу, правильно? Вот так-то, конечно, можно, наверное, вдвое быстрее дойти до порталов было бы вот качественно, но мы поняли. Короче, Intermetallix это то, о чем я мечтаю очень-очень давно, вокруг чего крутится там огромное количество контента дальнейшего. Вот. Это абсолютно необходимая вещь. Вот. Скипнуть ее никак нельзя. И я что-то, знаете, так уже вот фантазировал, что я уже не так уж и далеко от этих Intermetallix. Правда, я постоянно отвлекаюсь от того, чтобы что-то на базе чинить, доделывать, переделывать, улучшать, расширять и так далее, в том числе и уголь, но тем не менее. Вот. Мне казалось, что, да, все, я сейчас как бы, ну, делаю необходимое улучшение базы, чтобы там уже все точно работало, и я уже к этому не возвращался. Вот. Просто, ну, пока она не работает, нет смысла дальше что-то делать, больше будет не работать правильно. Зачем мне еще больше не работающих машин на базе? Вот. Я думал, все, я там просто цепочки раскидаю, цепочки вроде бы не долгие, не сложные, не объемные, и раз-два я обчелся, да, делов-то на, там, за пару часов все сделаю. Как бы, ребят, не так. Вот. Вот. Я еще, верится, никогда так не ошибался, на самом деле. Ошибался, но тем не менее. Здесь ведра, вот эти пластиковые ведра с антимонией вынесены в отдельную вкладочку. Вот. И я хотел именно, вот, в первую очередь начать именно с антимонией. Я даже вам покажу это. Давайте где-нибудь здесь поставлю порталыч. Портал, порталыч. Вот. Потому что это была последняя моя поездка сюда. Сейчас он откроется. Вот, откроется, да, там. И это будет коил. Ну, просто коил. Там все понятно будет. Я пойму, о чем речь. А, блин, зачем я сошел-то? В общем, можно сейчас на антимони, на антимоме, запортнуться. К сожалению, не хватает quality of life, чтобы эти штуки можно было как-то перемещать относительно друг друга. Вот. Ну, да, ладно. Хрен с ним. В общем, цепочка антимони выглядит действительно не суперсложно. Мне это, ну, и даже тут что-то, знаете, такого супер-мега-грандиозного не выглядело, вот, за исключением последнего. Вот. До вот этой строчки у меня все было настроено. Я думаю, ну, все, я сейчас уже все сделаю. Я даже скрафтил все машинки. Вот, они все есть, за исключением последних трех строчек. Причем, опять же, расширение базы было в какой-то степени необходимо для того, чтобы это можно было сделать и организовать. Потому что, я уже говорил, машинки стоят не три копейки. Например, вот эти вот скринеры, они бахаются за 60 стали и 20 циркутов. То есть, если у тебя выплавка 2 стали в час, то, извините меня, 28 штук ты не скрафтишь никогда. Да, так же, как и циркут. Если ты производишь одну там в 10 часов, то ты не скрафтишь эти штуки. Вот, поэтому мне нужно было оптимизироваться, как-то разрулиться производство из стали, циркутов и так далее. Вот. Ну, дальше особо чего-то такого прям суперразрывного нет. Опять же, вот, secondary crusher тоже нужны циркуты. Здесь еще друэлюминиен он уже есть. И еще сталь. Сталь, ну, расходник очень важный становится. Вот. Казалось бы, ладно, окей. Это я с этим разобрался. Правильно, правильно. Все стало четенько у меня. Я стал способен просто прийти и взять там 500 стали свободно. Хотя и она там не за 2 минуты произвелась. Просто там нет кокса все еще. А это все та же самая угольная проблема. Хоть и роль... Я вообще хотел, да, ролик называть на самом деле угольный кризис. Но я думаю, там еще будут просто ролики, которые так будут называться. Угольный кризис 2, угольный кризис 3, возвращение угольного кризиса, приквел угольного кризиса. Короче, вы поняли. Короче, к чему это? Потому что все сделал, все посчитал, все здорово, все качественно. Не суперсложно звучит. Да, например, что здесь вообще мне потенциально нужно? Мне нужен пластик. Пластик это неприятно, это сингаз и ароматиксы. Оно есть, но в количестве с хрена ни хрена. Но, опять же, это вопрос решаем. Дальше, я имею ввиду, дальше решаем. А когда уже вот все построил, оно не работает, ты идешь и чинишь то, что не работает. Потенциально. Вот. На ароматиксы, я, честно, не знаю. Они нужны для бурения там одной руды. Я, честно, не знаю, в каком количестве они там вообще производятся, в каком потребляются. Но, в теории, они там есть. Там нужно просто разгребать химию. Дальше здесь нужен кислород. Это вообще не проблема. Мы просто электролиз воды делаем. Кстати, по-моему, в прошлом ролике я говорил, после слова воздуха. Вот. Воды все-таки. Вот. И тут получается кислород с гидрогеном. Гидроген, ну, просто выкидываем. Тоже вообще вроде бы не проблема. Правда, сколько? 57 мегаватт? У меня 20 свободных. Следующая серия. Угольный кризис возвращается. Как я и сказал. Че-то я как-то просмотрел момент. Я только сейчас, блин, обратил внимание. 57 мегаватт. Блин, да вы че, сумасшедшие. Ну, да, кстати, что-то подспоминаю, что электролиз всегда был очень ресурсоемким. Электроемким. Блин. Блин. Че делать-то? В общем, я закопался. Это, наверное, еще одна причина, почему после этого ролика хочется сделать перерыв, потому что я просто не знаю, как это все дело разгребать. Тут проблемы уже какие-то просто... они наслоились, да, в какую-то уже кучу превратились. Я просто не знаю, как это разгребать, потому что я пытаюсь разгрести одну проблему, всплывают еще кучи других проблем. Я опять одну решил, три добавил. Одну из этих новых трех решил, еще пять добавил. Но оно просто не заканчивается из того, что уже есть на базе. Я просто бегаю, что-то чиню, а оно все еще не работает, не работает, и не работает, и не работает. А вперед-то мне как двигаться? Тебе просто последние 20 часов только и бегаю, что-то старое доделываю. Вот. Ну, короче, да. Ладно, электричество добудем. Добудем, ребят, электричество. Видимо, пойду искать еще одну жилу угля просто-напросто, и буду там добывать еще электричество. потому что его просто неоткуда брать на данный момент. Ладно, окей. По крайней мере, это не гига-цепочка, которая там занимает 5000 миллионов предметов. Правильно? Правильно. Дальше. Дробление простейшее, которое я уже делал, только здесь оно, по-моему, даже, кстати, ничем не отличается. Вот. Чуть-чуть другое соотношение аппаратов, но, опять же, в остальном это все изич. Да, скриним, дробим, скриним, дробим, вторично дробим. Все. Больше ничего не надо. Да. Да. То есть, соответственно, вот, кстати, да, насчет биофектори. Так как это жидкости, ну, просто двумя трубами я сюда это прокину. Пусть оно там далеко, но я уже смирился с тем, что далеко. Это вообще уже... Об этом даже не думаешь. Ну, там 5000 километров трубы надо протянуть. Это легко. Потому что это простейшее. Меньше из проблем, которые приходится решать. Вот. Побочка всяких лам это тоже не проблема. Вот. А потом я обнаружил, что... Точнее, такой, блин, ну, я все это рассчитывал под именно целую ленту с рудой, так. А вот саму-то руду-то я не считал, как добывать. Такой, ну, надо посмотреть, что там, как по добыче руде это вообще происходит. и подвспомнил, что оказывается, бурится-то она не жидкостным буром, а специальным антимони-буром. Вот. Он был там в инвентаре, но я его мельком на него посмотрел и столько же забыл, где-то он здесь, там, в каких-то вкладках. Вот он буквально первый идет. Вот. И такой, ну да-да, антимони-бур, значит, антимони-бурится чем-то там своим специфичным. И все. И забыл об этом совсем, потому что это вроде бы непринципиальная задача была. Проблема в том, что это хренатень хочет канистры. И я так понимаю, канистры, эти мне возвращаться не будут пустые. Но просто здесь не сказано, что есть байпродукт пустых канистр. Потому что, например, как я хрен знаю, нету байпродукта. Возможно, вот эта хрень будет выдавать канистру, надо будет просто собрать и посмотреть. И здесь, в принципе, весь фуэл указан в канистрах. То есть, жидкость нельзя просто залить, понимаете? Эти жидкость сюда. Ее нужно заканистрить сначала, ёбра с это. И если канистры возвращаться не будут, но я все-таки очень надеюсь, что будут. И это вообще сделано именно для того, чтобы просто геморрой добавить с этими канистрами их запаковывания, распаковывания. То есть, ты полный должен заложить, пустые выложить. Я очень подозреваю, что ты ради этого сделан. Вот. Тогда проблема не проблема. Вот. Потому что канистры, на самом деле, производятся, опять же, из пластика, из стали. Пластик, блин, у меня его особо нету. Там, где есть сталь, мне придется делать целое производство тогда этих канистр. Да. И сами понимаете, это еще одна лента с каким-то дерьмом, которая пойдет через всю базу. Да. И это либо лента с канистрами, которые бредово выглядят, либо эта лента будет со сталью, которую я сюда притащу, чтобы... Потому что пластик здесь я в любом случае буду производить. Да. Просто, чтобы совмещать это еще раз с пластиком. И, короче, такое себе все это удовольствие. Да. И даже вот эта цепочка, которая, я думал, вот я сейчас по щелчку пальцев просто расставлю все свои штуки, которые я уже скрафтил. Я вот думал, вот серьезно, пришел сюда смысл, что все, я сейчас эти штуки расставляю. Ну, там, трачу сколько-то своего времени, ну, там, пусть час, там, полтора, нести важно, да, настраиваю все, там, входы-выхода ленты и так далее. И все, антимония у меня есть. А вот вы видите, не все так просто, и тут уже подводный камень всплыл. Как я это не люблю. Но проблема в том, что антимония это лишь часть вот этой всей большой пирамиды. Это далеко не все. Вот, антимонии, ну, нам нужен витян, да, и здесь тоже подсплыли камни некоторые. Я эту схему хоть и показывал, но повторение мое ощущение. Вот, дюралюминий не проблема. Он есть. У меня никель надо добывать, и там достаточно простая обработка никеля, там вроде бы нет никаких подводных камней, просто стандартное классическое жидкостное бурение и там укропление никеля. Все просто. Титаниум у меня уже есть, копер нужно строить. Но опять же, я в предыдущих роликах показывал, я усовершенствовал обработку копера. Вот, соответственно, я это делал опять же не просто так. Я эту схему просто скопирую, поставлю вот здесь, копер будет сюда переезжать. Опять же, это какое-то время займет, там может быть часок, может быть меньше, скорее всего меньше, потому что тут реально просто копирует, вставит, но знаю меня, и такие простые вещи могут занять время. Но в целом это вот не то, что воспринимается как что-то сложное. Правильно? Правильно. Дальше мне нужны кучи гидрогена, которые вот тут я вот типа выкидываю, но тут я выкидываю 6 гидрогена, ребят, 6 гидрогена, выкидываю 6. Здесь мне нужно 90 тысяч гидрогена, просто 90 тысяч гидрогена. И теперь я осознал, осознаю в полной мере, что это в принципе неподъемная задача, потому что, ну, во-первых, 75 электролизеров выглядели достаточно такой себе историей, правильно? Вы представляете, какое-то поле будет. 75 электролизеров, ребят. То есть вот это вот. 75 нужно поставить. Прикольно. Вот. Но я не обращал внимания, что эта хрень потребляет 770 мегаватт, причем потому что здесь тоже, ну, ладно, здесь меньше их будет, на самом деле, да, что типа 6, 6 стоит здесь, да, здесь 6 будет стоять. Это где они? Вот. Соответственно, здесь нужно будет не 75, но пусть 70. Вот. Но, тем не менее, это 700 мегаватт. При моих текущих реалиях 120 на моей базе, правильно? Это как бы мне нужно всю базу будет выключить, просто чтобы эти электролизоры работали. Вот. Поэтому, я думаю, тут справедливости ради можно смело ставить число не 60 в минуту, а 10. Все равно слишком до хрена. Два. Вот два, знаете, два. Вот выглядит, да, типа вот здесь, как раз, да, можно, знаете, даже чуть больше, 4, да, где-то 4 в минуту. Значит, вот с антимонией у меня будет выхлоп 6, 6 бидрагена, 6, 6, да, типа побочкой. И вот, типа, в пределах этой побочки нужно что-то думать, то есть, 5, наверное, уже не по цену, ребят. 4 интерметаликса в минуту, это уже 7,5. Ну вот, 4 интерметаликса в минуту моё производство будет. Жест. Вот. Но считайте тогда вот это, ну здесь, вот это не считаем, эти 50 мегаватт, мы их посчитали уже вот здесь, потому что, да, то есть, в любом случае, ну и фактически вся схема потребляет 53 мегаватта, из которых 51,7, 53,5, 53,7 это, из которых 51,7 это электролизёра. То есть, вся схема тут в 2 мегаватта, на самом деле, убирается при таком, да. В Рязани. Ну, видимо, это вот то, что на что я буду рассчитывать. 4 интерметаликса в минуту. Но и это, как говорится, ещё не всё, как говорят, в магазинах на диване. Тут подсплыл другой момент. Вот. Где он, правда, подсплыл, сейчас соображу. Вроде бы, он подсплыл где-то здесь. Да, он подсплыл, по-моему, в Никселите. Роу Никселит. Сейчас, соображу, ребят. Да, он подсплыл в Роу Никселите. Опять же, там прикол в том, что у него есть как бы два варианта получения. Это из тейлингов или просто из руды. И тоже, опять же, была у меня эта информация, что ты сначала, вроде как, сначала одним путём добываешь, потом уже начинаешь это добывать из руды. И так проще гораздо и объём совершенно другой становится, понятное дело. Вот. И у меня что-то, опять же, в голове не щёлкнуло, что, ну, по-любому, значит, надо сначала этим дерьмовым путём получать. Вот. Но, опять же, я схему всю не раскинул. Там, стояло бурение. И для того, чтобы бурить не кселит, вам нужны головки бура drill heads. Вот. Я не думал, что оно из чего-то там сложно делается, а делается оно на самом деле не сложно. Из тех ресурсов, которые у меня уже есть. Подлина в том, что само исследование заблокировано третьим тиром heads. Даём, блин, должно быть head. Drill head. Вот оно. Вот. Вот. Ну, хромиум, ладно, хрен с ним. Вот, есть такой рецепт. Сталь, алюминий титан, всё есть. Но я не могу это исследование никак. Причём даже, ну, оно, кстати, очень рано получается в целом. Да, как только третий пак я смогу организовать, там и всё на свете будет. Но третий пак это тоже прикол не на 5 секунд, если что. Батарейки нужны, Animal Sample нужны, Poor Alien Sample, Solidified Sarcoisus. Я вот последние, ну, три из четырёх компонентов я не рассматривал в принципе ещё. Вот. Понятия не имею, насколько это сложно. Но Sample вот из чего делается. Опять же, что-то из этого есть, чего-то из этого нету. И, ну, возможно, то, чего нету, будет добираться сложно. Может быть, не сложно. Тем не менее, это вот ни завтра, ни послезавтра произойдёт. И я даже в 100 часов не уберусь, чтобы это сделать и получить. Это, стопудово я вам говорю, может быть, там 150-140 часов. И то это может быть слишком смело. Вот. Чтобы просто вы понимали ориентиры. Вот. Соответственно, о бурении Никселита речи вообще не идёт. И можно об этом забыть. Более того, эти головки, придётся ещё их доставлять. Они потребляются. Это я точно знаю. Вот. Причём, мы, кстати, с ребятами, когда играли на пианадоне, мы до этого доходили. Вот. Я точно помню, мы эти буры делали. Не помню, точно такой же ли был там рецепт или ещё что-то. Вот. У нас был не полный пианадон, а вот тут у меня полный комплект, все пианадоны модели. И это вот супер кайфка. Вот. Короче, одна из причин, почему я тот старый сейв не стал продолжать, когда мы с ребятами играли. Потому что там не все пианадоны моды, не вот, не стопроцентный кайф у меня был, а вот сейчас вообще стопроцентный кайф. Короче, как вы поняли, добывать Никселит нужно сначала хоть как-нибудь бы всратым образом. Проблема в том, что тейлинги это не то, чтобы сложная штука, но это ресурсоёмкая. Она потребляет тар. Тар? Тар. Понимаете? Сейчас я его там выкидываю, сейчас он мне никуда не нужен. Но, и вот новое производство угля мне его производит, но я-то думал, это будет электричество, понимаете? Дополнительно для моей базы. А вы тут уже поняли, что электричество... Я, конечно, донёс спустя пять роликов мысль, что за электричеством что-то у меня беда какая-то. Я очень надеялся, что тар выступит дополнительным послаблением на уголь. Да? А тут оказывается, вот чтобы получать даже хотя бы четыре, вот эти четыре просто смехотворные интерметалликса, мне нужно шесть тысяч таров в минуту заливать. По бочке здесь, конечно, мусор, флюгаз выкидываем. Солёную воду я просто, скорее всего, притяну там, где у меня сейчас потребляется солёная вода, и скажу, что это приоритетное направление на потребление, а при переизбытке её просто буду выкидывать. Вот. Не то, чтобы сложно, не то, чтобы вообще проблема какая-то. Это вообще хорошо. И есть ещё суты, но из них там мусор получается, там, ну, буду рассутивать их, вот, просто потому что, ну, они халявные здесь будут. Плюс какая-то руда, но это совсем смешная руда. Вот. Проблема в том, что здесь всё будет втыкаться в тар. Просто, чтобы получать четыре, блин, смехотворные интерметалликса. И вроде бы, вроде бы, после вот этого всего страдания, вроде бы, вроде бы, всё. Да, вроде бы всё. Вроде бы, получится у меня, наконец, интерметалликсы. Проблема в том, что они нужны в безумных количествах, ребят. Не в количестве одной-двух штук, а в количестве дохренеллён штук. Они там в каждую, в каждый сборщик, ну, начинают идти, там, в каждый паровоз, хрен они, значит, не могу найти паровоза. Вот. Пять интерметалликсов на один паровоз. Если я хочу сделать два паровоза, извините, у меня уже это десять интерметалликсов. На любой вагон тоже в Индополож пять интерметалликсов. Но там ещё, по-моему, вот эти тормоза и прочее, они тоже же идут, я же не шиз, но, может быть, и шиз. Здесь просто идёт ветерол, который тут же в цепочечке есть, вот он. И он также потребляет антимоний, например. В общем, такое себе. То есть, четыре интерметалликса, это будет, знаете, вот я, типа, построил, и стою, жду. Ну, по-моему, я буду заниматься чинкой базы, которая постоянно везде будет не работать. Это как дружесклаг пытаться заткнуть. Вот. Но суть в том, что не вот, что, типа, о, я построил эту цепочечку, и теперь быстро наклепаю все, что мне нужно. Там пройдут десятки часов, прежде чем я наклепаю все, что мне нужно. Вот я к чему всё это дело кланяю. Вот. Это ключевой опорный, так скажем, момент, будет переломный, я бы даже сказал, момент для данного тира, после чего уже нужно будет брать, конечно же, прицел на следующие паки. Следующие паки я там даже смотреть не хочу. Вот. Но так тизерну, ребят, немножко, прям совсем немножко тизерну вам вот это вот. Там для следующих паков точно нужны батареи. Вот. Вы могли это видеть, я вам это показал. И вот ты такой смотришь, ммм, вроде бы не так уж и много компонентов, тем более стекло уже есть, болты, это вообще это старт игры. Болты есть, графит есть, цинк есть, и ты такой, о, боже мой, у меня есть 4 из 7, или с каких, да, из 7 компонентов. Ну, наверное, батарейки будет доделать несложно. Ребят, поверьте мне, вы ещё никогда так не ошибались. Ладно. Опять же, даже не 4 из 7, а 5 из 7, потому что вот этот вот слиток, это литантимония, тот самый, да, то есть порошочек-то мне нужен, будет просто, опять же, сплавливаем его с свинцом, и всё, и нормально, и поехали. Ладно, меламин. Угу, цианик осид и аммония с водой, но пока не выглядят слишком много, правильно? Тыкаем. Тем более, что цианик осид и вот здесь нужен в количестве 1800 штук. Ну, ладно. Тыкаем. Как же мы можем производить цианик осид? Мы его можем делать из мочи носорогов. Окей, тыкаем. Неплохо. Да, избыток аммония получаем, но мы просто сливаем, вообще не паримся, правильно? Правильно. Также, как же мы получаем мочу носорогов? Мы не можем просто, блин, толканы поставить, там, и писсуары в загонах, ну, алло. И вот мы это добывали у Рио с ребятами, но рецепт был другой, потому что вот пиарнадон Ален Лайфа у нас как раз-таки не было. А здесь, смотрите, у нас же какая-то жидкая фигня и еще и бактерия. И ладно, добавляем. И вот, смотрите, даже не сложно выглядеть, всего лишь 6 аппаратиков нужно добавить на все про все. Ладно, откуда получаем бактерии? Да вы шутите, что ли? Вы просто посмотрите на это. Мне нужно лампочки собирать. Лампочки, в свою очередь, вот такую требуют, опять же. И это мне нужно где-то собирать, где это все есть, и отправлять, блин. Да, то есть, это, ну, это, это больше задачка не на сложность, а на логистику задачек. Потому что это все вообще не в том месте, где это можно строить, понимаете? Вот. Непонятно, где это вообще строить. Дерево нужно, тоже дерево не везде есть. Петредиши, ну окей, я петредиши в теории там уже где-то произвожу, ну, для текущих паков, и можно там подсосаться, например, и просто расширить производство самих петредишей на месте, правильно? Чтобы не строить новое, потому что строить новое, это вот ты охренеешь, потому что тебе нужно будет, опять же, стеклянные плашки делать нужно, для них нужно, опять же, само стекло туда жидкое тянуть, тебе нужен этот угар, для угара тебе нужны водоросли, да ты охренеешь это все делать на месте, и вот, по-моему, лучше просто подцепиться там, где это уже производится хоть как-то, чем придумывать этот весь геморрой. Ну да ладно, ну, прессованный воздух хотя бы несложно делается, фух, хоть что-то несложное в этой цепочке присутствует, вот, проблема только в том, что это лишь половина этого рецепта, правильно? Это лишь эти бактерии я выращиваю, над которыми тоже придется уже поковыряться, вообще неприятно, вообще неприятно, ребят. Но у нас еще есть жидкая вот эта моча, которая делается из какой-то твердой мочи и воды, но опять же, вроде бы не суперсложно. И в целом, на самом деле, рецепты тоже не суперсложные, но нужен мох, природа и бутылированная вода. Опять же, это находится все в разных частях базы, все это нужно будет куда-то свести, где-то это производство организовать, и, короче, это, конечно, веселуха будет, а еще, то есть, это вообще не 10 секунд делов, чтобы вы понимали. Это прям такая серьезная цепочка, вроде бы, примерно из того, что уже есть на базе, плюс-минус, но прикурить дает, так скажем. И вроде бы, все, это самая главная проблема, это меламин. Вот, если это все дело подраскрутить, нам, ну, во-первых, начнет потребляться 188 мегаватт, но это, кстати, неправда, здесь я не поставил модули вот этих чупакабр. Да, здесь самая-то проблема в том, что, да, чуть-чуть не забыл обо всем этом, а самое главное, так говорится, слона-то я и не заметил. Короче, здесь нужны вот эти вот ауоги, падоки, или падок это то, что их загон, ну, короче, ауоги нужны, я говорю, носороги какие-то нужны, вот, чтобы они ссали, тебе, ссрали. Вот, потом уже, ну, понятно, да, в общем, их биоотходы ты обрабатываешь и получаешь ресурс. Вот, проблема в том, что, вот, чтобы получать 60 батареек в минуту, мне нужно 64, фактически 65, таких вот стойбищ с этими падоками, с этими ауогами, блин, еще и 33 мегаватта. Ну, то есть, сами понимаете, что это история из разряда прохладных историй, и ничего подобного у меня не будет, даже не близко. И, фактически, я там, опять же, буду рассчитывать на производство PUC-стренька одной-две батарейки в минуту. Вот. И, соответственно, это будет PUC-стренька на две, там, следующая капсула технологий. Да, вот, если сейчас ее найти где-то, но это почти ключевой момент вот в этих пакетчах, я подозреваю, вот, эти батарейки, потому что, ну, сэмплы, вот, не выглядят суперсложно, не выглядят, но это может быть ошибочно, ошибочное мнение. Опять же, вот эти дешевые, ну, дешевые, бедные сэмплы выглядят супернесложно в теории, но, опять же, здесь, как видите, моча нужна, но, да нет, это сложно, короче. В общем, черт ногу сломят, там, не один десяток часов уйдет, чтобы это все дело раскрутить, вот к чему это. Поэтому тут можно даже особо не париться. А вообще, почему я за это взялся, есть рецепт производства, ну, вообще, почему я в это пытался вникнуть, есть производство циркутов через батарейки. То есть, есть то, что есть у меня, а есть, ну, можно вот эти кузенные батареи, которые там сейчас являются самым главным бутлнеком производства циркутов, а почему они мне нужны, я уже вам описал, уже не первый ролик описываю. Там вот, если заменить дерьмовые батарейки на полноценные батарейки, рецепт начнет давать вместо трех циркутов сразу пять. И тот же один сборщик потенциально, если его запитать на полную, конечно же, если он будет работать нон-стопом, он начнет производить вместо 45 в минуту 75, это существенный рост. Но здесь нужно 15 батареечек, если что, да, а даже если я здесь вот поставлю не 60, а хотя бы 20, например, чтобы 5 хотя бы куда-то на побочку у меня могло идти, то это в любом случае 20 этих загонов нужно строить, и еще и 20 мегаватт электричества где-то взять. Да, то есть, это вообще невесело, вообще невесело, ребят. Вот, и, как я уже сказал, я просто закопался во всем на данный момент, просто толком не знаю, что делать сейчас, какую задачу решать, да, то есть, понятное дело, что интерметаликсы, но тут вот прям, прям вот больно, что-то со всех сторон. и, возможно, это неплохой момент, чтобы передогнуть немножко, да, знаете, как это, набраться силы, решимости дальше этим. Но, возможно, и нет, то есть, я не то, чтобы прям, я имею в виду, что я все, я задолбался, ничего не хочу делать, вот, просто говорю, что здесь прям закипает голова от того, что реально постоянно там с одного на другого приходится перескакивать, непонятно, что вот именно в итоге ты делаешь, и где конец тому, что ты делаешь, и как до этого конца добраться. Я имею в виду хотя бы промежуточные, понимается, там вот именно в виде интерметалликсов. Я что-то делаю, что-то делаю последние вот 20 часов, вроде бы что-то добавляется на базе, где-то улучшается, а как будто бы на месте стою. Ладно, вот такой вот рассказ сегодня у нас по такому вот, как видите, новым горизонтам, новым проблемам, которые вот я что-то не учел, но они подвсплыли, и кошмар, короче. Вот, в общем-то, поделился, вот, а дальше, ну, опять же, в начале уже все сказал, если забыли, за 50 минут пересмотрите начало. Да, там уже буду смотреться на то, какой будет от вас фидбэк. Вообще, хотел сказать, что вот это все то, что я сейчас описал, вообще на стримах посидеть, и возможно, как раз-таки после этого ролика я даже где-то там выделю, выкрою время посидеть на стримах, потому что, ну, тут много еще надо будет разбираться, и, в общем-то, это много времени, да, и на стриме, наверное, нормально будет это все дело провести как-то, вот, и можно сказать, что это в какой-то степени подводка к стримам, каким-то, хотя бы, чтобы до интерметаликсов дойти на стримах, вот, но посмотрим, ребят, посмотрим, вот, ладно, все, не буду затягивать, надеюсь, еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!